Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона Привет всем, вы смотрите G.O.B. Channel И сегодня мы говорим о самых крепких и накачанных баскетболистах в НБА На, подчеркну, современном этапе Причем речь даже не о самых атлетичных Иной раз более худощавые игроки могут и в силовой борьбе себя лучше показать И прыгнуть выше Но наш сегодняшний топ как раз о звездах с впечатляющими мышцами Ну и начнем мы с Эрика Блетсо Один из лидеров клуба Phoenix Suns Он еще в колледже выделялся отличной мышечной массой и атлетизмом Студентом он весил около 85 кг Теперь ему 26 лет Эрик прибавил около 7 кг И уверенно смотрится в противостояниях с лучшими игроками в мире И это при том, что рост Блетсоу всего 185 сантиметров Скромно даже для позиции разыгрывающего Эффективность Эрика на площадке залог не только тренировок, но и питания По словам молодого игрока, в колледже он постоянно питался фастфудом И хотя лишние калории сжигались на тренировках, самочувствие было неактив Но после опытные одноклубники посоветовали ему пересмотреть диету Блетсоу стал отслеживать потребление белка, углеводов и прочих элементов И теперь он проводит больше минут на площадке и прогрессирует в результативности Идем дальше Нейт Робинсон с его-то ростом в 175 сантиметров Один из самых атлетичных и известных низкорослых атлетов в истории Трехкратный победитель в конкурсе слэмданков Мини-Нейт на протяжении своей карьеры был эффективен в различных клубах Как в старте, так и в выходах со скамейки И все это благодаря упорным тренировкам С одной стороны, теми же силовыми подходами с весами Элементами из кроссфита и интервальными тренировками В наше время никого не удивишь Но Нейту пришлось пахать в зале за себя и за того парня Одна только разминка Робинсона занимает от 30 до 45 минут А дальше работа на гибкость, выносливость, взрывную силу В том числе, конечно, прыжка и многие другие элементы В итоге, концентрация мышц на каждом сантиметре скромного роста Нейта Просто зашкаливает Чем не мотивация для низкорослых игроков Следующий в нашем списке Дерек Фишер Вновь невысокий, 185 сантиметров Но плотно сложенный и мускулистый игрок Запомнился он, конечно, своими играми за Лос-Анджелес Лейкерс По завершении карьеры игрока был тренером в Нью-Йорк Никс И до сих пор поддерживает отличную форму По ходу сезона в НБА его тренировки носили поддерживающий характер Акцент был на сохранении кондиций и профилактике травм Но в межсезонье Дерек тренировался по интересному сплиту Три дня подряд у него были по две тренировки в день А еще четыре после он отдыхал и проходил различные процедуры В межсезонье Фишер всегда любил проработать плечи и руки нестандартными методами И, черт, по нему это заметно Одноклубники не раз шутили над Дереком, что, мол, ему в бодибилдинге скорее место И, кто знает, может на сцене Фишер был бы так же успешен, как и на площадке Далее у нас по списку даже не один, а сразу два атлета Друзья по жизни и на площадке Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйт Игроки с одного драфта 2003 года Стали суперзвездами НБА И всегда до последнего отрабатывали не только на площадке Но и в тренажерном зале Оба пришли в НБА уже монстрами атлетизма Но в лиге только развили свой потенциал в плане мышечного роста И эффектно смотрели в силовых проходах и данках По некоторым данным, 10 лет назад тот же Леброн весил около 118 кило А Дуэйн более 100, но оба со временем сбросили несколько попросту ненужных им килограммов За карьеру у игрока накапливаются серьезные травмы и мелкие повреждения И теперь Джеймс и Уэйт в залах скорее работают на растяжку и силовую выносливость Чем просто на набор массы Соответственно, с корректированной питанием В общем, об этой паре можно рассказывать очень много Если вам интересно, посвящу им отдельный эпизод Еще один крепкий игрок — Мета-World Peace В прошлом Ронар Тест При росте 201 сантиметра в весе около 118 кило Игрок очень уверенно чувствовал себя в борьбе под кольцом даже с более мощными оппонентами Силовые тренировки — важный элемент сплита Меты В межсезонье он работал в зале по 4 или даже по 5 раз в неделю И это без учета долгих часов на площадке А также йоги и упражнений на растяжку World Peace может похвастаться приличными объемами мышц Уважает присед со штангой и другие упражнения на силу Следит за питанием Так что он, что называется, по адресу в нашем топе Опять же, будет интересно, расскажу о нем подробнее Блейк Гриффин — еще один монстр атлетизма современного баскетбола Кто следит за НБА, тот знает, какие невероятные данки может выдать Блейк При росте 2,08 и весе 114 кг, Гриффин обладает впечатляющим вертикальным прыжком И при этом подвижен на площадке Выпады и приседания для ног, жимовые движения на мышцы плечевого пояса Все это сделало тело Блейка мощным и сбалансированным Отличные руки и плечи, заряженные на прыжок ноги С такими данными Гриффин и через машины может ставить сверху И регулярно попадать в хайлайты действиями на площадке Идем дальше Бен Уоллес с ростом 206 см и весом около 109 кг Одинаково хорошо умел как вколотить мяч сверху, так и поставить бок в защите На тренировках Бен любил выполнять жим лежа Работал с весами до 200 кг Но при этом активно занимался и профилактикой травм За счет чего провел за карьеру более тысячи игр Мощный, с объемными руками и плечами С таким игроком под кольцом Detroit Pistons были спокойны за свою защиту Еще один игрок, Серж и Бака, универсали на площадке Рост 208 см позволяет работать под кольцом А гибкая кисть обеспечивает хороший процент попаданий со средней и дальней дистанции Весит Серж около 107 кг и на тренировках активно работает как над выносливостью, так и, разумеется, над силой Чего стоит эта запись, на которой он совершает подъем на бицепс, а роль штанги выполняет Руди Фернандес Объемы, сила и точность броска – все при баке А вот Двайт Ховард в свое время прославился не только игровыми навыками, но и огромными дельтами Объемом и форме которых могли бы позавидовать иные бодибилдеры По словам тренеров Двайда, дело даже не в акценте на проработку плечевого пояса А в разнообразии упражнений на эту область От ведения, подъемы, жимы, тяги Ховард постоянно удивлял мышцы всего тела, не только верха И в итоге наработал мышечный каркас, который при габаритах Двайда 2.11 роста и 120 кило веса обеспечивал ему еще и прыжок Супермена Ну и, наконец, десятый, но не последний в нашем списке Андрей Гудала Игрок с интересной биографией и впечатляющей карьерой Настоящий трудяга, который только за последние два года вошел в историю финала ФНБА В 2015 году именно он стал самым ценным игроком решающей серии А в 2016 стал, так сказать, соавтором одного из лучших блокшотов в истории финалов Ассоциации в исполнении Леброна Джеймса Но в наш список Андре попал в первую очередь за свои плечи, ну и, конечно, руки Что интересно, Игудала не ставил за цель развить столь мощные трицепсы и бицепсы Для него, как баскетболиста, обхват рук далеко не приоритетный показатель Но общие силовые тренировки были настолько интенсивны, что от природы склонные к росту руки и дельты Спрогрессировали чуть ли не до лучших в лиге А в завершении напомню, что говорил о современных игроках О мощных баскетболистах прошлого, таких как Карл Малон, Лэри Джонсон, Дэвид Робинсон, Кори МакГетти и так далее Стоит рассказывать отдельно Да что там, даже этот топ спорный, ведь в лиге так много атлетичных игроков Но все же таким вижу этот список я А в каком порядке расставить приведенных вышеатлетов, решать уже вам На этом все, выпуск для вас подготовил Андрей Луценко Спасибо за внимание и подписывайтесь на GeoB Channel Всем добра! Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok